всем добрый день дорогие друзья не обращайте внимание на мой хрипловатый голос я еще не выздоровела сейчас решила немножечко поснимать пока дождь он идет да но сейчас немножко хотя бы не как из ведра такая переменчивая погода с утра была прохладно 14 градусов и даже тепло делась да и днем не скажу что тепло ну-ка где-то 23 потом дни должны быть потеплее погода должна быть получше так вот люди тоже до дома не сидится на буквально минуту назад лило так что просто как будто 10 ведер поливает и кит не вози из грязи пожалуйста никита дети конечно любят всякие вот эти вот грязевые не надо там возиться нам еще потом до моря мы хотим сходить если конечно совсем 5 не зальет тут так смотрите то сейчас немножко докапывает может плащи отделе зонтика не брала ту зонтик с утра брала когда с собачкой гуляла то сейчас опять может лить 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 утро было прямо солнышко то есть погода может быть разнообразной какая она будет в реальности да непонятно но однозначно то есть даже дело не в том что прогнозы очень часто показывали до этого дожди их не было сейчас вот такая уже неделя дождей я думаю что завтра возможно тоже немножко дождь пойдет потом уже идет все к лучшему и посмотрим по погоде опять же сильно не будет поливать когда мы пойдем в сторону моря покажем какое море я на всякий случай положила купальник как бы я никогда не болела от того что я например море до купалась вот какую-то инфекцию моя вот эта практика езды на автобусе три раза съездила заболела видимо я думаю что действительно что-то кто-то что-то кашлянул потому что от того что холодной водой я обливаюсь от того что причем это с детства да там какая-то закалка никогда не болела не было таких проблем да там тут вот так вот экономия к чему приводит плюс какой-то опыт и глупость наверное так я скажу дорогие поддержите меня даже небольшой денежкой как кому нравится мой обзор конечно же подпишется в эти самые лучшие то ваши лайки добрые пожелания ну и так бывает что сейчас тоже вот техника одна там упал до телефон другой в общем собирая на новую технику на дорогу какой-то минимум кого и желание поддержите канал спасибо хорошо что могу поснимать немножко для вас очень красивый парк он находится вот там у нас идет параллельно улице обширонская там у нас идет улица искры это школа дальше если через парк проходить там можно выйти на улицу дарвина очень и очень удобно я об этом парке я говорю что я как относительно недавно узнала много всяких местечек которых и не знаешь потому что искры но во всяком случае она не супер зеленая да такая улица а тут вот такой вот прекрасный парк в школе дальше идет садик там хороший государственный здесь часто любят гулять и собачками и с детьми и пенсионеры и дети и подростки такая школа неплохая да как даже кто-то мне писал по моему с этой школы тоже привет большой напишите да еще раз как вам эта школа тут иногда они какие-то занятия по спорту проводят еще что-то всяком случае очень очень здорово да выглядит хотели бы вы то с других до регионов напишите какая ваша школа хотели бы выучиться в такой школе зеленая где можно вот так же вот тоже гулять до садик мы ходим здесь вот да и так приходим погулять очень такая неплохая площадка зеленью лошадки сюда захаживают есть даже собаки которые так сказать местные бездомные многие стерилизованы их просто стерилизует отпускают ну если с небольшой собачкой как мы берем с собой да с нашу собачку розы софимые где-то на руки берем где-то отпускаем иногда тут целыми так сказать тусовками приходят собачками с мелкими надо такое делать не надо никит не надо тебе зачем такое делать его в кучку собирает этот песок была куча песка сейчас вот наоборот там собирает тебя сейчас отсюда тогда попросят если ты будешь такие вещи делать слышишь ребенок всегда что-то придумывает понятно какие-то игры пойдем туда полазишь по вот этим вот мокро конечно дождь ну что делать я не могу до горло болит тяжело конечно говорить на что делать что делать а кому сейчас легко да потому что надо хотя бы день отсидеться но тут еще получилось что и в пятницу мы так сказать садик не пошли воду у нас отключали на целый день во всем районе тут кстати такой бывает что то тут какие-то ремонты и отключает воду но в целом я уже как-то говорила что зима могут быть такие чтобы дождь льет и льет вы вроде бы смотрите опять сейчас вышло солнышко потом опять начинает поливать все равно конечно здорово да когда поживешь каких-то напишите кто с какого города северных так сказать краях видеть вот эту зелень это такая радость это такое счастье многие конечно то не ценят здесь родился но я говорю съездите в любой город конечно зима классно тут можно поехать на красную поляну или куда-то в горы никогда как говорится ты сравнишь же какое-то можно мнение говорить потому что без какого-либо сравнения те кто здесь родился это не возмущены но они как-то отсюда не уезжают да конечно краснодаре более жарко там нет моря туда люди на озера ездят смотрите вот опять такое солнышко светит кажется все погода просто вот ну куда еще лучше ну может опять вот буквально через пять минут опять пойти тучи полить дождь вот мы с вами ходим да видите как как быстро все-все-все меняется и вот эти вот лужи до куда и пста сейчас куда пстидаст очень куда все течет иногда там показывать пятилетней давности как там все плывет ну конечно бывает такое я хочу сказать друзья сильно не верьте потому что вот как течет так она быстро и подсыхает только вот допустим завтра выйдет солнышко но очень-очень быстро все подсохнет естественно если вы там поставили машину есть такие места да где там допустим как сказать труба да с которой все течет часто с гаражей у них нету отдельных этих самых сказать некоторых районах да я слышала то есть нет у них септика что ли я ну как куда-то на дорогу течет естественно если в такие места ставят и так в дождя и плюс она течет и так понимаю конечно может все что угодно быть смотрите какая классная территория тут немножко еще не успели убраться потому что вечером видимо тут уже друг друге товарищи сидят но в целом я хочу сказать сюда приходят спортсмены то есть сами занимаются мне в лазаревском тоже понравилось очень много вот таких вот в сочи лазаревском всяких для занятий я родом из латвии у нас там вообще очень классно вот в том городке где я живу то есть стадион совершенно бесплатно на который люди тоже приходят занимаются кто-то йогу даже там ведет у меня есть знакомые да родственники то есть пожалуйста нет каких-то там проблем да если нет коронавируса где там не разрешает выходить то в принципе то есть ты идешь и себе делаешь здесь можно пожалуйста да какую-то встречу устроить хорошую позитивную и проводить в таком так сказать месте так вот конечно по мокрому не очень приятно ходить положим по грязи ну что хочу сказать когда конечно такая погода да тоже мы сейчас приехали друзья пойдем туда-сюда в поход понятно по такой погоде естественно в поход не пойдешь на что немножко несколько дней подсохла потому что в этой грязи то есть это небезопасно я как-то ходила через пару дней до после таких дождей на конной прогулке тоже это не было безопасно да у меня большой опыт там стаж скажем так но все-таки скажу я вам что не стоит если такая погода то есть более какие-то выбирайте цивилизованные места по набережной до погулять даже можно зонтиком что в районе да там и меретинки что в сочи то есть все места которые все-таки есть там с дорожками и с какой-либо красотой вот такая у нас получилась прогулка по парку для поднятия настроения потому что я хочу сказать что с утра я собиралась туда шел потом вышли собака уже не было дождя потом вернее шел уже в процессе и те кто дата же сейчас сочи кто приехал только соберутся да и ливень такой что сильно-сильно так что не расстраивайтесь конечно это и большой плюс то что быстро меняется погодой и плюс и минус ну то есть не надо как говорится прошу прощение ставить крест на дне не могу горло болит если была с утра плохая погода так что друзья закругляясь до новых встреч тяжело говорить